Да, добрый день, слушаю. Сомашу мне машинку. Мы здесь до архива и обратно нам сумки везти надо. С управления в архив. Подъедет Патриот 662. 662. Хорошо, все, спасибо. 9 утра в диспетчерской корпоративного такси – самое загруженное время. До 11 часов заказы поступают один за другим. Сотрудники подразделений компании «Алроса» выполняют срочные поручения нового дня. Ну, иногда катастрофически не хватает машин, особенно когда у нас еще машины, наши такси уходят на Мирный. И вот, допустим, сегодня уже была ситуация, что пришлось один заказ попросить подождать, потому что не хватило машин. Ну, как бы все понимают. Такси – услуга не для всех. Заказать машину могут только определенные сотрудники предприятий, руководители, начальники отделов. Круг этих лиц определяет первое лицо структурного подразделения. Учитывается загруженность сотрудника, необходимость ежедневных выездов по производственным заданиям. Не всех это устраивает. Должны понимать работники акционерной компании, что это не обычное такси, это производственное такси. Деньги – это все бюджет структурных подразделений. Они должны определенным образом контролироваться. Это не должно быть использовано, ну, скажем так, в непроизводственных целях. Поэтому, ну, вот, пока решение такое, что это все будет контролировать именно руководители в структурных подразделениях, главные специалисты. Пользователей такси и так хватает. В Ленске в среднем 120, в Мирном в разы больше – порядка 400. Среди самых активных – сотрудники управления капитального строительства, Мирнинского ГОКа, Вилюйской геологоразведочной экспедиции. Среди ленских предприятий – речной порт, автобаза, отделение ОМТС. По ленскому отделению ОМТС эта услуга для нас актуальна, и она работает. Пока жалоб от работников ленского предприятия не поступало, по качеству, ну, можно сказать, салона, по чистоте тоже, как бы, нас все радует, все в идеальном состоянии, всегда все чистенько, водители тоже вежливые, аккуратные. Но нарекания все же есть. Главное – такси нельзя заказать по принципу «туда-обратно». Машина не будет ждать. Нужно оформлять две разные поездки. Есть и претензии к водителям. Плохо знают город или объекты Алроса, в машине недостаточно чисто или присутствует запах табака. Ну и личная дисциплина. Каждая претензия рассматривается отдельно. Через систему Helpdesk или через портал пассажирсобакалроса.ру значит, где, когда, желательно номер машины, если вы не помните номера машины, то где, когда заявляли и так далее. Мы эти все вопросы решаем достаточно оперативно. С водителями проводятся дополнительные инструктажи, ну, вплоть до наказания. Вызвать производственное такси можно только с рабочего телефона, по мобильному номеру или стационарному. Все номера есть на корпоративном портале акционерной компании, во вкладке «Центр управления транспортом», а также на сайте профсоюза «Профалмаз». Есть удобное приложение для Android. Услугу продолжают совершенствовать. Олеся Васева, Марфа Яковлева, телеканал «Алмазный край».